Всем привет, меня зовут Алекс, это канал Алис Киндер Тойз. Сегодня у нас обзор новой неожиданной серии Киндер Сюрприз наездники на динозаврах. Или всадники на динозаврах, а может динорыцари. Но мне больше нравятся боевые динозавры. Откроем палетку яиц и разберемся, кто там на ком катается. Будет интересно. Ставь лайк и поехали. У новых киндеров один вариант обложки. Печенек грустно скачет по степи на своем динозавре. Можно сканировать и оживить его на kinder.com. Киндер Эти, а 21 января 2021 года. Тут похоже будет только основная коллекция попадаться. Без сбора. Так что надеюсь я соберу полностью сегодня. Как мы видим в коллекции всего 8 фигурок. 8 наездников на динозаврах. Динозавры закованы в броню. Поэтому боевые динозавры. А вообще судя по звездному небу. Это вообще не планета Земля. Какая-то другая. Похоже это вообще инопланетная раса. На динозаврах. Может они решили устроить вторжение на Землю. Всяко бывает. Один катается на водном динозавре. 7 на сухопутных. Эти вот двое. Очень напоминают рецератопсов. А вот эти крокодилов. Это тоже крокодил. И еще два диплодока. Ну или как-то так они называются. Не помню точно. Игрушка разборная. Собрался вот такой наездник на динозавре. Этот динозавр очень похож на рецератопса. Морда у него закована в металлическую броню. Так он выглядит более устрашающе. Острые зубы в пасте видны. Спина тоже в панцире из брони. А вот наездник какой-то хиленький. А с этой стороны вообще приплюснутый. Как будто уже не раз динозавра падал. Я вот думаю. Если этот динозавр размером как были у нас. То какого размера должны быть наездники. Настоящие великаны. Это точно воинственная раса захватчиков какая-то. Динозаврик мне нравится. Наездник не очень. Он какой-то однотипный, одноцветный. Можно было получше раскрасить. На голову надел шлем. Судя по этому выступу, у него может во лбу еще и рог быть. Это какой-то наездник, единорог. Также в комплекте идет вот такой механизм для запуска. У динозаврик это под брюхом. Есть колесико. Может быть это не настоящий динозавр, а механический. Все может быть. Давайте попробуем его запустить. Подставляем эту штуку к панцирю. Потом нажимаем. И динозавр стремительно улетает. Скорость развивает нешуточную. Запуск мне понравился. Будем искать следующих. О, синенький. Это как раз единственный водный динозавр. Ну назовем его ихтиозавр. Ихтиозавр был самым огромным морским динозавром. Тоже закован в броню. Вот таким, кстати, шлемом его можно вообще пробивать до корабли. Подкрывался незаметно и потопил корабль. Морда у него крокодиля. Огромные передние плавники и задние чуть помельче. А хвост ему обрубили, чтобы его никто не укусил в битве. И сверху на нем сидит морская звезда. Пятиконечная. Ощущения одинаковые вот с этим желтеньким. Ну, по мне так себе коллекция. Можно было покруче игрушки сделать. Затея эта неплохая. Как-то слишком простовато смотрятся и динозавры, и наездники. У этого динозавра тоже есть механизм для запуска. О, единственный плюс этих игрушек. Можно набрать много динозавров и устраивать сражения. Следующее яйцо. Так, куда новый? Новая боевая единица. Это какой-то динозавр наподобие диплодога. Или брахиозавра. А может это вообще дракон? Раса-то инопланетная. Может у них и драконы есть вместе с динозаврами? Было бы круто. Крылья ему добавить. И вылитый дракошка. Весь, кстати, покрыт чешуей. Пасть у него, правда, маленькая. Но он, наверное, очень быстро передвигается. Или это вообще динозавр-разведчик? Шея-то высокая. Выглянет и всё увидит. Почему-то ни у одного динозавра нет хвоста. Наверное, в капсулу не влез. Решили не добавлять. Поза наездника точно такая же, как и у предыдущих. Но я на вкладыше видел, там и другие наездники есть. Так что до них ещё дойдём. Красиво так этого динозавра в броню заковали. Шею всю защитили ему. С этой стороны надо было тоже защитить. А то вдруг враг отсюда укусит. Не доработали маленько. Ну вот, уже целая конница собирается. Даже не конница, а динозаврица. О, бирюзовенький. Динозавр точь-в-точь, как предыдущий. Только отличается цветом. Но мне вот бирюзовенький больше всех пока нравится. Приятный такой цвет. Колёсико под пузиком у него. И наездник в виде морской звезды. Кстати, заметил? На вкладыше, например, вот этот же наездник. Изображён по-другому. Тут у него ручки вперёд. А в итоге все выглядят они одинаково. Обманули нас. Наездники вкладышу не соответствуют. Я уж думал, их хоть маленько по-другому сделают. Сечально. Можно, кстати, наездников менять местами. Скачем дальше. Так, похоже, первая повторка. Сейчас точно удостоверимся. Да, такой динозавр был. В сторону это всё. Давайте искать новых наездников, которых можно рекрутировать в нашу армию динозавров. Так. По-моему, был такой или нет? Нет, цвет маленько другой. Или мне кажется? Так, шея длинная? Нет, не длинная. Не, новый динозавр. Пойду собирать. Очередное бронированное существо. И у него как будто четыре уха. Или это рога такие? Непонятно. Дадим ему кодовую кличку Лунтик. Но смотрится он опасно. Взгляд недобрый. И наездник, как всегда, один и тот же. Только цвет меняет. Давайте хоть ещё одного динозавра запустим. А то вдруг только первый хорошо катается. А остальные так себе. Подставили запускалку. Улетел, будь здоров. Неплохо. Пятый в нашей армии. Зелёненький на сером динозавре с длинной шеей. Но тут шея не длинная, а приплюснутая. Новенький. Этот боевой динозавр, похоже, самый маленький, пухленький и миленький. Вообще выглядит не опасно. Даже взгляд у него более-менее добренький. И зубов не наблюдается. Ему даже седло сделали для наездника. Самый безопасный динозавр. Получается из шести динозавров только два повторных. Все динозавры различаются. Это здорово. Ещё двух надо найти. Красный. Красного не было. Неплохо. Этому динозавру дадим кодовую кличку Огонёк. А вообще мне напоминает очень варана. Мордой похож. Чё бы хвост ему длинный. Больше сказать мне об этом динозавре нечего. Итак. Из восьми игрушек мы нашли уже семь. Осталось найти последнего. Вот этого. Тёмно-зелёного. Даже, скорее всего, цвета хаки. На трицератопсе. Надеюсь, удача будет сегодня на моей стороне. Так, синий был водяной динозавр. Следующий. Нашли. Коллекция собрана. Всегда бы так. Ещё один трицератопс. У этого шикарный цвет для боевого динозавра. Прямо сразу в камуфляже бегает. И всадник тоже оделся неплохо. Кстати, эти трицератопсы отличаются. Морды у них другие. Да и броня по-другому сделана. Вообще, в принципе, все динозавры отличаются. Даже вот эти два. Видите, броня у них разная. Уже хоть что-то. Так что хоть с этим заморочились. А то могли просто одного динозавра перекрасить в разный цвет. И всё. Напоминает он мне черепашку-ниндзя. У меня тут даже что-то наподобие панциря есть. Давайте устроим победный запуск в честь собрания всей коллекции. Палетка, по-моему, разломилась. Так, ещё раз. Есть! Динозавр улетел на боевое задание. Вот такие своеобразные боевые динозавры в новой коллекции Kinder Surprise. За идею 5, за исполнение 2. А вы что думаете об этой серии? Будете её собирать? Напишите в комментариях. Всем пока. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Жмите на колокольчик. Делитесь видео с друзьями. Ставьте лайки. Пишите интересные комментарии. Ну а я пойду по пищику. С шоколадом!